МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники третьего отделения прибыли в лабораторию Филиппова на улицу Жуковского, 37, утром. Полицейские уже дописывали свой протокол. Тело профессора лежало на полу возле стола, на котором тесно соседствовали приборы, колбы, ретарды. Супруга Филиппова показала, что накануне он предупредил семью, что будет работать ночью в своей лаборатории, а потому он просил разбудить его уже после полудня. Врач смог лишь констатировать, что смерть наступила от внезапной остановки сердца. Во время февральской революции 1917 года в здании охранного отделения произошел сильнейший пожар, уничтоживший все секретные документы и множество агентурных дел. Сгинул и архив профессора Филиппа. Словно предчувствуя свою гибель, Михаил Филиппов отправляет 11 июня перед своей последней ночью письмо в газету «Санкт-Петербургские ведомости», где в какой-то неясной спешке сообщает о ходе своих работ. На днях мной сделано открытое, практическая разработка которого фактически упразднит войну. Речь идет об изобретенном мною способе электрической передачи на расстояние волны взрыва. Причем передача эта возможна на расстоянии тысячи километров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова